И снова здравствуйте, это Украла ФТВ, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гейтман и Медицинский Центр Призма. С нами на связи Константин Машавец, он координатор группы информационного сопротивления, военный обозреватель. Константин, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли для нас время. Здравствуйте. Константин, у меня к вам огромная просьба. В последнее время много разноречивой информации о том, что происходит на фронтах, а поскольку вы всегда это делаете очень детально, разбираете это детально со всеми нюансами, могли бы вы нам, если можно, нарисовать такую общую картину ситуации на фронтах, чтобы мы хотя бы общее понимали, что там происходит? Ну, вообще, я, конечно, не арестуюсь, в статистическом отношении так вам сразу не скажу, но, скажем, противник перешел к статистической обороне, вот, хотя на определенных операционных направлениях продолжает осуществлять активные, пытается осуществлять активные наступательные действия, в основном тактического масштаба, вот, ну, с перспективой превратить их в наступательные действия оперативно-тактического масштаба. А так, на большинстве операционных направлений, участков, он перешел в статистической обороне. Вот. Создает сейчас резервы, доукомплектовые части подразделения, вот, из состава группировки войск, которые сосредоточены и развенены на территории Украины или нацелены на Украину, вот, создают резервы, как я сказал, оперативно-тактического уровня пока, ну, я, как бы, понимаю, что, особенно после недавней коллегии Минобороны Российской Федерации, нацелены они на развертывание и стратегических резервов. Вот. Ну, явочным порядком они пытаются, скажем так, создать некую паузу в интенсивности боевых действий. Вот. С целью получения выигрыша времени и возможностей по проведению вот этих комплексов мероприятий, повышению общего уровня боеспособности своих частей и подразделений на фронте. Константин, если можно, могли бы вы более детально остановиться о ситуации на Донбассе? Вот, если можно, там вот вся эта линия фронта, она длинная, и очевидно, что там очень сложно. Что там сейчас происходит, где самые горячие точки? Потому что много приходится читать о том, что противник создает глубоко эшелонированную оборону на Донбассе. Вот, это значит, тоже они к чему-то готовятся, то ли они готовятся к тому, чтобы сдерживать наше наступление, то ли какие-то у них другие планы? Ну, там обстановка на Донбассе динамично меняется. Если там, значит, вот от Старобельского направления до района Улидара, Великой Номоселки, может, терроризовать, ну, детально я сейчас не буду, это займет там несколько часов времени. Поэтому, в общем, на определенных участках они наступают, на других вынуждены обороняться. Вот, если вкратце, ну, что, основными районами с изначением усилий противника является район Бахмута, севернее Бахмута, от Бахмута до Северского Донца, районов Деевки, западнее Донецка и район Улидара, Павловки. Вот, и Великой Номоселки. Константин, если позволите, у меня сегодня к вам есть, может быть, несколько необычный вопрос. Дело в том, что есть такая традиция у нас в декабре говорить о том, каким может быть следующий год, как могут развиваться события. И это даже не о прогнозах, а о каких-то трендах, тенденциях, видениях, ожиданиях. И если позволите, я бы тоже хотела с вами обсудить этот вопрос. В военном деле вести речь о трендах, это вообще нецелесообразно, это лишено всякого смысла. Можно попытаться просто спрогнозировать действия противника, исходя из реалии ситуации нынешней. И, скажем так, возможных решений, которые будут приняты командованием противника, возможно, гипотетически, в будущем, или в ближайшем, или в среднесрочном. А давайте попробуем это сделать, это очень интересно услышать это, как вы это видите. Ну, на стратегическом уровне очевидно, что противник предпримет... По срокам я вам ничего не могу сказать, это все зависит от, скажем так, от результатов и уровня эффективности восстановления уровня боеспособности российских войск. Вот, очевидно, что он предпринят попытку перейти от нынешнего ситуации эстетической обороны к перелому и возобновлению широкомасштабного наступления. Вот, я сильно сомневаюсь, что это может быть больше, чем на двух оперативно-тактических направлениях. Вот, по численности. Но, в принципе, зная замашки российского генерального штаба, можно с определенной, скажем так, долей вероятности отнести прогноз этот в область того, что они снова попробуют наступать везде и добиваться таких, так называемых, смелых, широких целей сразу с нескольких направлений. Вот, ну, в реальности, я думаю, что число ограничивается двумя оперативно-тактическими направлениями, вот, которые при удачном стечении обстоятельств для российского командования они могут превратить в какой-то там стратегический успех. Вот, ну, по крайней мере, они, очевидно, исходя из всей логики развития событий, очевидно, что они предпримут такую попытку. Вот, в какой форме это выльется, во что, где и когда, ну, сейчас пока сложно сказать, вот почему. Потому что данные, которые могли бы позволить сделать такого рода прогноз, они достаточно динамично изменяются, они переменны активно. И, очевидно, что в органах планирования и управления военных Российской Федерации, особенно в статического уровня, там, уровня Генерального штаба, очевидно, что они рассматриваются за несколько сценариев, как по месту, времени, так и по составу сил, привлекаемых к такой попытке возможной. Вот. Ну, то есть сценарий может быть самый разнообразный. Они могут, в конце концов, военно-политический, ну, я, допустим, такой самый фантастический сценарий, если военно-политическое руководство Российской Федерации все-таки примет решение выйти из войны, то вполне возможно вооруженные силы Российской Федерации, там, группировка, попробуют это обеспечить. Вот. На каких условиях? Ну, там разные. Во многом еще зависит фактор от геополитических, который будет влиять на принятие решений, и на стратегии, содержание стратегии военно-политического руководства Российской Федерации. Вот. Одно дело, если вы, например, воюете при тайной и явной поддержке такой страны, как Китай, и другое дело, если вы лишены такой поддержки. Одно дело, если у вас есть возможность пополнять, например, там, запасы боеприпасов, производить ракеты в достаточном для широкомасштабного наступления количества и объемах. Другое дело, когда у вас вы лишены такой возможности. Ну, то есть, много факторов, которые будут влиять на содержание, форму и методы реализации такой гипотетической задумки. Вот. Может быть, социально-экономическое и социально-политическое состояние в самой России может приобрести такие формы и черты, которые будут требовать от военно-политического руководства Российской Федерации максимально возможного быстрого выхода из войны. Ну, то есть, развитие событий может приобрести самый разнообразный сценарий. В том числе, я же говорю, на статистическом уровне. Статистический уровень, он будет уже определять методологию и формат, скажем так, применения российской армии силы военной уже на оперативном, тактическом и на тактическом уровне. Вот. Но уже это будут, скажем так, детали планы. Константин, вот как так случилось, что после успехов украинской армии мы снова заговорили о масштабном наступлении России? Это потому что так... Ну, вот я понимаю, вы удивились этому вопросу, но вот для меня это важно. И для многих людей, которые не являются военными экспертами, это важно. Мы вот думаем, может быть, не вовремя нам, например, западные партнеры дали определенное количество оружия, чтобы в конце концов где-то там добить гадину, да, в логове или выгнать ее в какой-то момент. Или это естественно? Пока вы не договорились о вопросе, я вам сразу уточню, потому что вы начинаете задать вопрос, который лишен смысла с военной точки зрения. Давайте. Нельзя, невозможно постоянно наступать, чтобы вы понимали, вести активные наступательные действия. Наступление любое, какое бы оно ни было, масштабное или немасштабное, ограниченное, оно всегда заканчивается когда-либо. Ну, имеет какие-то рамки. Вот. Заканчивается оборона. Также, как и оборона, не может быть, ну, скажем так, постоянной. Вот. Фактически, ведение любых боевых действий, это такая пульсация. Вспышка наступления, переход к обороне. Опять вспышка наступления, переход к обороне. Вот это вот чередование, оно может, конечно, оно зависит от объективных факторов и субъективных. Вот. Но по форме, то, что вы пытаетесь меня спросить, как мы перешли. Да ну, перешли, потому что в силу ряда факторов вынуждены были перейти к обороне. Нет, то, что мы вынуждены перейти, это понятно. Просто вот казалось, что у России там уже мало остается каких-то возможностей. Много об этом писали. Кстати, наши западные аналитики тоже, партнеры, писали о том, что мало у России там уже мощности. Волновались, что хоть бы мы Крым быстренько не взяли. Тут, а до Крыма еще далеко на самом деле. Просто вот получается, что у России появились возможности мобилизировать так много людей, что они достают все старое оружие. Как вам представляется, насколько вот это увеличение армии российской, насколько все это важно, насколько это будет ключевым, насколько это способно коренным образом, стратегически поменять ситуацию на фронте? Я вот не знаю, как на такие вопросы отвечать. Насколько это важно? Ну, это очевидно, что важно. Насколько это важно? Важно очень в статическом отношении. Ну, если они проводят частичную мобилизацию и докомплектовывают десятками тысяч мобилизованных. Ну, важно. Ну, вот как на такие вопросы отвечать? Я не знаю. Важно. Это как капитан очевидность, понимаете? Важно. Важно или не важно? А какие могут иметь последствия этого? Может ли Россия получить и снова перехватить эту стратегическую инициативу на фронте? Не хотелось бы, если честно. Ну, вот мы опять возвращаемся к этому принципиальному, так скажем, фундаментальному вопросу. Насколько им удастся эффективно провести подготовку и докомплектование, восстановление уровня боеспособности? Насколько решения будут удачные? Это целый ряд объективных и субъективных факторов. Еще раз повторяю. Насколько это... Я вам сейчас не могу сказать, насколько это будет... Это важно. Этот сам фактор, сам по себе, он важен. Однозначно. С этим никто не спорит. Ну, насколько это будет эффективно или удачно? Ну... А можем сейчас поговорить об объективных факторах вот того, как Россия сможет провести эту мобилизацию? Можем. Это интересно. К каким факторам относятся? Это количество людей, которые могут поставить в строй в рамках мобилизации военно-политической руководства и военной руководства Российской Федерации. Количество. Второй фактор объективный – качество. Но качественный и количественный фактор оба регулируются. Первый регулируется продолжительностью и объемами мобилизации. Второй регулируется возможностями, в том числе ресурсными, финансовыми, командными, материально-техническими и разнообразными ресурсными, обеспечением процесса подготовки и наращивания боеспособности воев. То есть это даже зависит от многих факторов. От количества формы на складах до количества учебно-тренировочных центров, на которых можно проводить боевое слаживание частей подразделений. Также это зависит от ресурсного, как я сказал, упомянув фактора, количества вооружения, его качества, технологического уровня. Третий фактор объективный – это как внешняя, так и внутренняя ситуация в самой Российской Федерации. Начиная от финансовой, экономической, социальной, политической, заканчивая геополитическими рамками действия Российской Федерации на внешней и международной арене. Наличием союзников или их отсутствием. Вот способности и по объемам и содержанию помогать Российской Федерации, их готовности и способности помогать в ведении войны. То есть это третий фактор объективный. Дальше идут уже субъективные. А можем о субъективных тоже поговорить? Ну давайте поговорим о субъективных. Давайте. Ну это зависит от содержания, оценки, анализа ситуации конкретными людьми в руководстве Российской Федерации. От морально-психологического состояния войск, населения, элиты, их готовности принимать или не принимать. Освоивая, как говорят в украинском, росту, оценки ситуации, тяготы, лишения войны нести. Ну много еще факторов, начиная от уровня подготовки конкретных командных кадров на разных уровнях, людей, причастных к принятию решений, их настроению и психологии. То есть то, что мы называем субъективным или человеческим фактором. Константин, а можно теперь я воспользуюсь вашим знанием, потому что вы все время войны каждый день анализируете ситуацию, что происходило. Практически каждый день, ну да, довольно часто. Практически каждый день. И я уверена, что вы очень много делали своих выводов по каждому из этих пунктов. Если позволите, можно тогда вот ваши оценки, именно ваши. Давайте начнем с объективных факторов. Вот по количеству, да, как вы думаете, повторюсь, ваше мнение, исходя из вот этого огромного анализа, который вы постоянно делаете. Значит, есть разные оценки по количеству. Там вот и заявления официальных лиц, но они делаются, скажем так, по многим причинам. И реально оценить объективно, скажем так, уровень и успех мобилизационных мероприятий военно-политического руководства Российской Федерации, в первую очередь в численном выражении, достаточно, скажем так, сложно. Значит, по их, значит, они там собрали от 230 до 280 тысяч вот этих частично мобилизованных, или как они там называют, мобиков этих. Вот, где-то приблизительно четверть от этого объема, они, ну, в первую очередь, тех, которые, скажем так, недавно пребывали в резерве первой очереди, вот, не отправили, то есть, как бы они еще не забыли, и до подготовки может ограничиваться минимальными сроками, там, в течение недели-двух. Вот, вот эту вот категорию они постарались отправить на проблемные участки фронта, то есть, нельзя говорить, например, о том, что там массово где-то там волны человеческие, там, как это любят в наших СМИ описывать, там, это, прям вал за валом идут, там, на пулеметы ложатся штабелями, и, ну, в общем, этот бред пропагандистский, это, он, конечно, там, кому-то там греет чувства патриотические, но вряд ли соответствует действительность. Они мобиками доукомплектовывают части подразделения на проблемных участках, где у них есть, там, скажем так, дефицит личного состава, где от этого зависит уровень боеспособности частей передовых и подразделений, которые удерживают линию фронта. Вот, а основная масса отправлена на доподготовку. Но следует заметить в этом отношении, что по моей, по моей точке, ну, с точки зрения, и, скажем так, я согласен, там, с появившейся оценкой о том, что одномоментно военное руководство российское может готовить от 110 до 120 тысяч этих мобиков. Вот, то есть, для того, чтобы, скажем так, сосредоточить и развернуть резервы стратегического масштаба, им потребуется несколько большее время, нежели, там, дают два-три месяца, а, значит, на достижение уровня минимальной готовности к проведению каких-то широкомасштабных операций. Вот, то есть, они могут это готовить, но не в один прием. Более того, значит, давайте оценим и возможности по наращиванию этих объемов. Вот, это тоже относится к численному фактору. Почему? Потому что упорные разговоры о том, что мобилизация продолжается, и в январе она наберет, скажем так, максимальных оборотов, вот, вполне имеют основания. Почему? Потому что, если вы создаете на рейс каких-то оперативно-технических направлениях резервы, это один объем, одна численность. Но если вы разворачиваете стратегические резервы, а то, что там было задекларировано на коллегии Минобороны Российской Федерации, там, вот, по разворачиванию, там, дивизий, бригад и всего остального, то явно потребуется больше, больше на порядок, скажем так, численный состав, вот, ну, естественно, с падением качества, это ясно, численность возрастает, падает качество. Вот, ну и восстановить это качество потребуется время, силы и ресурсы соответствующие. Скажем так, я думаю, что во многом, хотя эта кампания, вот, первичная, частичной мобилизации в России носила отпечаток приписок и очковтирательства, вот, вполне возможно, что они набрали меньше задекларированных численности, задекларированных их официальными лицами, там, то, что там Путин озвучивал, или кто там еще Шойго, там, под 280 тысяч человек, вполне возможно, численность на порядок меньше, но я же еще раз говорю, их возможности по обработке, скажем так, мобилизационного ресурса, достаточно ограничены, как по материально-техническому основанию, так и по ресурсам. А вот Беларусь, она тоже, я так понимаю, на ее территории готовятся вот эти вот обработки? Да, они так используют, да, они используют Беларусь в качестве дополнительной довески, которые помогают, они туда отправили ряд частей соединений 1-й гвардейской танковой армии, но она вообще определена руководством российским военным, как составная часть этого регионального совместного российско-беларуського группования ВИСК, вот, но она еще и до вторжения, эта армия, которая является частью западного военного округа российского, то есть примыкающего непосредственно к территории Беларуси, она была обозначена главным тем механизмом, что ли, инструментом взаимодействия российской армии с Беларусью, вот, поэтому, то есть там планы, графики, сотрудничество, мир, дружба, жвачка, это как раз именно вот эта армия 1-я гвардейская танковая была и обозначена тем местом, которым российская армия прилегает к белорусской. А насколько вообще вот сама белорусская армия, она состоятельна? Можно о ней говорить? Ну, раз уж мы заговорили о Беларуси, вспомним тогда, если можно. Ну, вот если, например, решит Лукашенко ее ввести. В рамках Беларуси самой состоятельны, ну, то есть, это армия, которая может тебе позволить Республика Беларусь. А вот ее возможности при наступлении, насколько, если они вдруг решат наступать на Украину? По моим оценкам, в первом эшелоне они могут развернуть где-то приблизительно от 11 до 15 БТГР, плюс 7-8 во втором резервным. Вот, с последующим, скажем так, или поддержанием этого уровня, или наращиванием. Ну, не больше, чем на 6 БТГР. Почему? Потому что белорусы тоже ограничены в, скажем там, в объемах ресурсов, которыми можно оснащать и готовить эти подразделения части второго эшелона. Вот, тем более, что россияне в рамках вот этого вот своего восстановления уровня боеспособности своей армии достаточно существенно пошкребли по базам хранения белорусским. А вот Лукашенко же бесконечно продлевал эти учения. Они уже, по-моему, сколько длится война, вот эта ширкомасштабная война, столько он и продлевал учения. Вот что-то известно о том, насколько он там, я не знаю, улучшил состояние своей армии? Или это было все в формальности? Или это никто не замерял? Оценка уровня боеспособности войск противника тоже носит достаточно субъективный характер. Она имеет и объективные показатели, так и субъективные. Вам сейчас никто не скажет с долей уверенности, что белорусы ужасно боеготовы, высокопрофессионально, или белорусы ни на что не годны, они ничего не умеют, и МПЗ у них хромает, и так дальше. И это вопрос дискуссионный, глубоко дискуссионный. И оценивать уровень боеспособности белорусской армии, ну, может, только по каким-то объективным показателям, самым объективным из которых есть результаты ведения боевых действий. Тогда, если позволите, давайте будем продвигаться по факторам объективным и субъективным, которые вы назвали. Вот очень интересно, как вы оцениваете, да, перейдем сразу к субъективным факторам. Вот вы же всю войну оценивали действия российского военно-политического руководства, да, их адекватность или неадекватность оценки ситуации. Ну, скажем так, я не занимался их временами только фрагментарно. В основном, ну, я просто анализировал суть происходящего, что, в чем смысл. Почему? Потому что, когда та или иная информация о военных действиях попадает в средства массовой информации, она очень чувствительна, в больших объемах искажается. Ну, я понимаю, что это происходит по понятным причинам, потому что не каждый журналист заканчивал оперативно-тактический факультет Национального университета обороны России. Да, я вот точно не знаю, да. Вот, и это самое. Но всех интересует тема войны, и всех пытаются понять, аудитория наших СМИ пытается понять суть происходящего. Но беда в том, что, да, журналисты из-за того, что не, как бы скажем, не заканчивали, да, соответствующих, как говорится, это самое, ну, заведений учебных. Вот, они иногда, ну, просто не понимая смысла того, что той информации, которую они получают, вот, интерпретируют и адаптируют к пониманию аудитории широким загалом, как говорят украинские, вот, искажают ее. Но есть журналисты, которые достаточно грамотно разбираются в военном деле, они вот это самое, достаточно, скажем так, внятно, адекватно это все дело комментируют. Я, со своей точки зрения, просто пытался объяснить, ну, тем своим читателям на Фейсбуке, кто-то меня читал, кто-то на меня был подписан, ну, суть происходящего, потому что, ну, многие интересовали, задавали вопросы. Я просто, вот, в силу того, что, ну, как мне кажется, понимаешь, что, что это, что происходит, я пытался объяснить, скажем так, доходчиво, вот, народу. Почему? Потому что это вызывало определенный резонанс в общественном мнении. Вот, эта тема с февраля месяца, с конца февраля номер один для страны и народа. Поэтому, как бы, естественно, что, вот, многие пытаются высказать свою точку зрения. Ну, я не исключение. Константин, ну, вот, все-таки, как вы оцениваете, насколько адекватно? Вот, ваше мнение важно, да? Достаточно адекватно. То есть, они достаточно адекватно оценивают? Да. А почему тогда, вот, было сначала, они начинали такое широкомасштабное, потом отходили от Киева, мы их выбивали, потом, там, исхалили? Ну, то, что они оценивают, это не значит, что они принимают верные решения, понимаете? Между оценкой и принятием решения дистанция достаточно большого масштаба. А как это в военном деле происходит? Мне кажется, что, если правильно оценил, то тогда делаешь... Есть алгоритм соответствующий, да, есть структуры, которые нарабатывают. Решения всегда принимают, в армии всегда единое начальство. Решения принимает командир начальник. Вот. Но для того, чтобы принять решение, ему надо получить информацию, сделать оценку и анализ с этой ситуацией, и потом, исходя из этого, сформировать замысел, а потом решить, как этот замысел реализовать на практике. Ну, я это очень схематично вам сейчас обрисовал, но есть формализированный алгоритм принятия решения в армии. Вот. Там по пунктам. Вот. Семь или восемь, я уже не помню. Действия, которые надо выполнить для того, чтобы принять решение. Каждый пункт конкретен, недвусмыслен и однозначен. Если, вот с вашей точки зрения, если они до сих пор принимали неправильные решения, при том, что достаточно... Я не говорил, я такого не считаю, что они принимали неправильные решения. Они в чем-то ошибались, в чем-то не ошибались. Ну, то есть, это вопрос управления, вождение войск, управления подчиненными частями и подразделениями. Это, ну, живой процесс. Командиры тоже могут ошибаться, могут не ошибаться, могут угадывать, не угадывать. Ну, вообще в армии, конечно, не гадают. Угадывать, не угадывать – это дело неблагодарное. Но на чем-то базировать свои решения и мысли необходимо. Вот. Поэтому я никогда не говорил, что российское командование полностью там неадекватное, находится там в состоянии в роге и полит от себя тяну и чушь. Никогда такого я не говорил. Они ошибались, да, принимали там ошибочные решения в тех или иных ситуациях, но это совсем не значит, что оно неадекватное. Они учились, научились чему-то за это время? Вот одним из того, что они вполне адекватны, это тот факт, что они очень учатся и достаточно быстро учатся. Давайте тогда вот еще поговорим. Вы назвали несколько факторов субъективных. Еще вы сказали о моральном состоянии войск. Как вы оцениваете? Как оно изменилось вот за этот год? И что вы ожидаете в следующем году? Как это может вот изменить? В прошлом вашем стриме, я уже говорил на этот счет, есть два критерия, две, скажем так, две оценки. Морально-психологическое состояние войск, принятое в армии. Это МПС, который позволяет выполнять боевые задачи, и МПС, который не позволяет выполнять боевые задачи. Все остальное это досужие домыслы. Да, они там разбегаются, да, они не хотят воевать, да, они там еще что-то там у них. Еще раз повторяю. Есть оценка, которая называется морально-психологическое состояние войск, позволяющие выполнять, ну или там определенного какого-то формирования, например, дивизии, бригады, полка, батальона, которые позволяют выполнять боевую задачу. И есть морально-психологическое состояние, которое не позволяет. А все остальные вот эти там оценки, типа разложенный, полуразложенный, военный организм там еще как-то, это все досужие, субъективные оценки, которые вряд ли относятся к какому-то адекватному оценку. Так вот, нынешнее состояние войск российских вполне позволяет им выполнять боевые задачи. Оружие. Чего не хватает нам? Чего не хватает россиянам? Никто вам не скажет, чего нам там не хватает. Ну, что ощутимо на фронте? Есть же что-то, что четко ощутимо? Ну, я не буду повторять очевидные вещи, о которых говорил, например, главнокомандующий. Командующий, президент и даже пан Арисович. Броня, артиллерия, СССР, всего не хватает. Всего не хватает. Так готовились к войне, что вот всего не хватает. Это первое. Второе, значит, чего не хватает противников. Вполне всего хватает. Качество и количество – это уже другой вопрос. Вот. Какого именно вооружения? Ну, даже тот старенький Т-62 вполне себе ездит и стреляет. А, значит, представляет собой определенную опасность. Да, это не Т-90 прорыв. И даже не Т-72 последних, там, Б-3 модификации. Ну, это тоже танк. У него тоже есть орудия танковые, пулеметы. Он тоже способен давить, стрелять, ездить. И в грамотных, умелых ручках вполне представляет собой опасность. Поэтому говорить о том, что там все уже, там, у противника все позаканчивалось, там, мы все там, его повыбивали, еще достаточно рано. Более того, значит, следует заметить, что какая-никакая, но военная промышленность в России существует. И определенным способом она способна восполнять те или иные потребности своей армии в тех или иных видах вооружения, военной техники. Поэтому представлять себе российскую армию как плохо вооруженное и неснаряженное стадо, ну, не стоит. Если кому-то не додали бушлатов, там, на полигоне под Новосибирском, или в Казани вовремя не выдали теплое белье, ну, это, в общем, не означает, что, например, где-то под Кременной у противника закончатся, например, выстрелы гранатометом или ему станет не хватать патронов. Не надо сваливать, упрощать и сваливать оценку и анализ реальной ситуации, сводить к видосикам из Ютуба, понимаете? Судить по видосикам из Ютуба о реальном состоянии войск – это глубоко ошибочное занятие. Константин, вы делите эту войну на какие-то этапы? Я спрашиваю, потому что недавно президент Байден при встрече с президентом Зеленским сказал, что поскольку начался новый этап войны, то вот поэтому они встречаются и говорят, да? Не знаю, как вы оцениваете. Есть ли какие-то этапы этой войны? Если есть, то какие и какой вы прогнозируете тогда следующий? Ну, если с формальной точки зрения, есть такая хронология, которая предусматривает два этапа войны, есть, которая предусматривает три этапа. Это дело вкуса каждого эксперта, человека, который занимается изучением этой войны. Ну, с формальной точки зрения, скажем, это, на мой взгляд, будет справедливо деление на два этапа. А давайте поделим, да, какие вы видите, интересно. Ну, первый этап, это этап, когда начальный, или, скажем так, это этап, когда противник был способен проводить широкомасштабные наступательные операции, ну, или, по крайней мере, пробовать их проводить и наступать в действительности. А вооруженные силы Украины, силы обороны Украины находились, по сути, проводили стратегическую оборонную операцию, как говорил наш главнокомандующий, ну, или, по сути, находились в обороне стратегической. Потом, а потом начался второй этап. Когда способность наступать у противника снизилась, масштаб, точнее, способность этой наступать снизился. Вот, он не утратил полностью способность наступать, но она снизилась до минимальных значений, то есть до тактического масштаба. А вооруженные силы Украины приобрели способность наступать на оперативно-тактическом уровне. Этот показатель знаменует собой второй этап. Ну, это лично моя субъективная оценка хронологии. Ну, это, если так, в стратегической масштабе брать. Вот, там, возможно, рассматривать подэтапы, периоды. Вот, то есть сам переход от первого до второго этапа случился явно не в одномоментно. То есть этот процесс перехода занял определенное время, постепенно происходил. Вот, поэтому, скажем так, у меня, вот, лично моя типология или хронология, как лучше сказать, два этапа этой войны за плечами. Вот, значит, третий этап, это, на мой взгляд, будет, ну, и военно-политическое руководство наше обозначило, что переход начинается третий этап. Вайдена вы тут вспомнили, что Байден тут тоже говорит о третьем этапе. Но, скажем так, я вижу пока просто процесс, начало процесса перехода к следующему этапу этой войны, но никак не начало там какого-то перелома. или это самое, к перелому еще очень далеко. К перелому в этой войне? В целую сторону. То есть я правильно понимаю, что в начале следующего года или прямо сейчас уже начинается вот переход к третьему этапу, и каким он будет, пока не ясно? Ну, это все условно. Ну, понятно, что условно, да, конечно. Не знаю, я не готов вам там сейчас четко его означать хронологию или эпизацию этой войны. Она еще, во-первых, не закончилась. Константин, спасибо вам. Хронология, возможно, после окончания действия событий. Как вы сейчас говорите о каких-то этапах или периодах этой войны, которая еще не закончилась? Невозможно просто. Константин, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. И спасибо огромное за то, что вы пишете у себя на фейсбуке. Я лично с удовольствием всегда. Да, до свидания. Да, до свидания. Спасибо, всего хорошего. Константин Машовец был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Это был Укрлайф Ти. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok